25-й том книги «Открытым оком», вопрос номер 3710, тема «Община». Везде после богослужения расходятся по домам, а у вас еще дополнительно собрание проводится. Нужно ли оно и что там решаете? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Такой вопрос я задал всем членам нашей общины и попросил дома записать свое мнение. Все до одного ответили, что собрание нужно, но чтобы оно было не больше одного часа. Вот только один ответ. Кавычки открыты. Наши внебогослужебные собрания дают возможность. Первое. Ощущать себя частью целого среди единомысленных собратьей. Второе. Пообщаться с родными и близкими людьми. Третье. Разделить тяготы суетной мирской жизни. Четвертое. Вознести ко Господу общие молитвы благодарности и прошений друг о друге. Пятое. Вместе поразмышлять о Слове Божьем, о деле душевного нашего спасения. Шестое. Лучше узнаем друг друга, составляя единый и живой организм, каковым и должна быть христианская община. Седьмое. Узнать новости религиозной жизни в городе, в нашей епархии. Разбираются постоянно случаи, где что было не так сделано и дается установка на исправление. Наше собрание, как лакмусовая бумажка внутреннего состояния человека. Если кто-то не заходит в трапезную, где проводятся собрания, а стоит в коридоре и на приглашение не реагирует, это признак того, что началось отражение, гниение. Еще какое-то время проходит и человек полностью отпадает, пропуская собрание богослужения. После этого он делается чужим. Собрание начинается всегда общим пением Царю Небесный или тропарем праздника и краткой попросительной молитвой своими словами. Заканчивается пением общим достойно или тропарем праздника и молитвой благодарения своими словами. После этого желающие остаются и будут петь духовные песнопения. После этого трапеза и начинаются занятия по изучению Нового Завета полтора часа. Благодарят Бога и идут в город на благовестие, разбившись на несколько групп по два человека. Псалом 89, стих 12. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Притча Соломонову, 2 глава, 10 стих. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей. Притча 16, 23. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. День искупительного чуда, час освящения креста. Голгофе передал Иуда окровавленного Христа. Но сердцеведец безмятежный давно, смиряясь, постиг, что не простит любви безбрежный ему коварный ученик. Перед мятежной жертвой злобы, завидя праведную кровь, померкло солнце, скрылись гробы, но разгорелась любовь. Она сияет правдой новой, благословив ее зарю. Он крест и свой венец терновый земному передал царю. Бессильны корни фарисейства. Что было кровь, то стало храм. И вместо страшного злодейства, святыней вековечной нам. Александр Фед.